США в финале. Американская женская сборная победила англичанок в полуфинале чемпионата мира. Соперница США определятся сегодня, а финал в воскресенье. Камала подкосила Джо. Экс-вице-президент США теряет позиции в предвыборных опросах, а сенатор от Калифорнии все ближе к статусу лидера. А также глубоководная тайна. Что случилось на одной из самых секретных субмарин российской армии и почему власти так тщательно скрывают информацию. Сверим часы по настоящему времени из студии в Вашингтоне. Вас приветствую. Я Роман Мамонов. В ближайший час подробно о главных событиях среды 3 июля, какими они видятся из США. Начинаем по традиции с дайджеста новостей. Сегодня от Игоря Тихоненко. Спасибо, Рома. Коротко о событиях в мире и в США. В Кремле прокомментировали трагическую гибель 14 моряков в Баренцевом море. Цитата. Есть информация, которая относится к категории гостайны. Эта гостайна соблюдается в интересах государства и в интересах госбезопасности. Об этом в среду заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, не раскрыв ни тип подводного аппарата, на котором произошла авария, ни то, чем он занимался. О случившемся стало известно лишь спустя сутки. Российские СМИ сообщают о большом количестве высокопоставленных погибших военных. Семеро из них носили звание капитана первого ранга. Двое из них – Герои России. Трое – капитаны второго ранга. По информации некоторых источников, речь идет об атомной глубоководной станции, которую неофициально называют «Лошарик». Я должен сказать, что в эти минуты мы готовим телевизионный сюжет с экспертным анализом того же, что могло произойти на этом подводном аппарате. Не пропустите. К другим новостям. В Ливии растет число жертв авиаудара по центру размещения мигрантов Таджура в пригороде Триполи. По информации агентства «Рейтер», как минимум 44 человека погибли, около 80 получили ранения в результате авианалета. Всего в здании, по которому нанесли авиаудар, находились 120 мигрантов. Правительство в Триполи, признанное ООН, обвинило в авиаударе военного преступника, цитата, «Халифу Хафтара», командующего Ливийской национальной армией. В штабе Хафтара опровергли причастность к случившемуся, обвинив в атаке ополченцев, связанных с правительством в Триполи. В Ливии на протяжении последних нескольких лет идет гражданская война. Властям в Триполи противостоит так называемое правительство Табруки, которое поддерживает Халифа Хафтар. Генеральный инспектор Министерства внутренней безопасности США в своем докладе называет условия содержания мигрантов в распределительных центрах Техаса бомбой замедленного действия. Опубликованный во вторник документ содержит многочисленные фотографии людей в клетках, которые лежат на бетонном полу. Доклад генерального инспектора отмечает скудные возможности для соблюдения личной гигиены. Авторы доклада призвали Министерство внутренней безопасности США принять незамедлительные меры для устранения опасной перенаселенности и длительного содержания под стражей детей и взрослых в долине Рио-Гранде. Группа законодателей-демократов, посетивших один из центров в понедельник, назвала условия содержания шокирующими. Украинские власти отозвали приглашение наблюдателей парламентской ассамблеи Совета Европы на досрочные парламентские выборы, которые пройдут в Украине 21 июля. Это решение принял спикер Верховной Рады Украины Андрей Порубий. И оно стало очередной формой протеста против возвращения полномочий российской делегации, которая ранее была лишена права голоса за аннексию России Крыма и поддержку сепаратистов в Донбассе. На прошлой неделе Украина приостановила работу своей делегации в ПАСЕ и отозвала посла при Совете Европы. Стоит также отметить, что не все политики в Украине разделяют такой подход. Ближайший соратник президента Владимира Зеленского, председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Жузмуков, назвал выход украинской делегации из ПАСЕ нецелесообразным. Ситуация с правами человека в Беларуси остается без существенных улучшений. Об этом заявила в своем отчете специальный докладчик ООН по правам человека в этой стране «Анаис Марин». Особую обеспокоенность представителя ООН вызвала отсутствие прогресса в вопросе об отмене смертной казни. Беларусь, я напомню, единственное государство в Европе, где эта мера наказания продолжает применяться. Еще одна серьезная проблема современной Беларуси – ограничение свободы выражения мнений и свободы СМИ. По мнению эксперта ООН, эти меры направлены на запугивание критиков власти. Это попытка не дать им возможность участвовать в публичных дебатах. Среди положительных перемен Марин отметила декриминализацию деятельности незарегистрированных организаций и упрощение процедур выточи разрешений на проведение массовых мероприятий. В США в возрасте 94-х лет ушел из жизни бывший топ-менеджер компании Ford Chrysler и Chrysler Ли Якока, под руководством которого был создан один из самых культовых американских автомобилей Ford Mustang. В первой половине 60-х годов Якока совместно с коллегами разработал прототипы Mustang и запустил автомобиль в серийное производство. Еще до начала топливного кризиса 70-х Якока настаивал на необходимости обеспечить американский рынок небольшими бюджетными автомобилями с низким расходом бензина. Под его руководством концерн стал производить модель Pinto, ставшую самым маленьким американским Ford с начала 20-го века. Ну что ж, к этому часу у меня все, Рома. Я знаю, что ты собираешься начать свою часть выпуска с новостей не совсем политического характера. Ты знаешь, я сегодня целый день на самом деле сидел и думал, где бы у нас в здании найти футбольный мяч. Потому как сегодня мы решили начать с темы, которой обычно новости заканчивают спортом. Благо повод самый подходящий. Сегодня многие американские газеты вышли с похожими первыми полосами и триумфальными заголовками. Американская женская сборная пробилась в финал чемпионата мира по футболу, обыграв соперниц с родиной этой игры. Англичанок и девушки, которых с чьей-то подачей почему-то принято называть слабым полом, дали такого жару на арене во Франции, что мужской сборной США должно быть как минимум завидно. И накануне во многих спортбарах в США было не протолкнуться. Леся Боколец убедилась. Американцы ликуют. Англичане молча принимают поражение. Женская сборная США по футболу обыграла английских соперниц со счетом 2-1. Крутая, потрясающая игра. Англичанки были отличными противниками. Они отлично играли. Здорово было с ними бороться. Вот что мне нравится нашей сборной, что мы всегда ожидаем от них победы, а они никогда не принимают свои победы как должное. Решающий гол забила Алекс Морган, причем сделала это в свой день рождения. Вчера ей исполнилось 30 лет. После Алекс притворилась, что пьет чашку чая, потрунивая над англичанами. Она изменила ход игры. Она сделала невероятное. Она наш новый герой. Мы подавлены и разочарованы. Сказать по правде, я так надеялась на победу. Наша сборная начала хорошо, а в середине матча мы провалились. У англичан был шанс сравнять счет, но реализовать пенальти им не удалось. Голкипер американской сборной Алисия Хайер отразила мяч капитана сборной Англии Стефани Холтон. Особенно мы нервничали во время пенальти. Я думала, англичанка забьет этот гол. Но наша Алисия Найер спасла нас, и мы закончили 2-1. Победу своей сборной американцы праздновали как во французском Лионе, где проходил матч, так и по всей Америке. А тренеры по футболу говорят, что игре у женской команды стоит поучиться и мужчинам-футболистам. Я думаю, парни могут многое извлечь из игры нашей женской сборной. Они видят, как эти спортсменки играют, видят, что они настоящие атлетки. Они очень хороши в футболе. Алекс Морган, Меган Рапина, Кристен Данн – все. Американские футболистки уже приступили к тренировкам перед финалом чемпионата мира. И настроены они только на победу. Мы здесь, чтобы победить, и у нас нет по этому поводу колебаний или сомнений. А фанаты в них не сомневаются. Я уверен, американская сборная победит, 100%. Финал чемпионата мира по женскому футболу пройдет в это воскресенье. Американки сыграют с победителем пары Нидерланды-Швеция. Лиса Бокалец, Андрей Дегтярев, Настоящее время Америка, Вашингтон. Ух, будет воскресенье. Даже победа американской сборной – событие, в общем-то, исключительно спортивное – в Вашингтоне приобретает политический контекст. Тем более, что случилась она накануне Дня Независимости, который сам по себе стал политически спорной и чувствительной темой в США. Дарья Дегутс присоединяется ко мне в эфире. Дальше приветствую. Но начнем все-таки с победы. Причем тут политика? Рома, на самом деле ты абсолютно прав. В Вашингтоне даже спорт становится политической темой. Тем более, когда в центре внимания оказывается звезда женской команды по футболу Меган Рапина, не скрывающая своего презрения к президенту США Дональду Трампу. Она уже заявляла, что в случае победы не пойдет в Белый дом, а также отказывается стоять во время исполнения гимна США в знак солидарности со своим коллегой по американскому футболу Колином Коперником. Спортсменка, которая также является активистом движения за равные права ЛГБТ, называет себя ходячим протестом против политики Дональда Трампа. Неудивительно, что после такого никаких поздравлений по случаю победы над англичанами от президента не последовало. Зато демократы, в частности кандидаты на пост главы Белого дома, принялись честовать спортсменок. Вот что написала у себя в твиттере Эми Клабушар. Мы сделали это. Американский женский футбол берет верх. Ну а в Белом доме вовсю заняты подготовкой к предстоящему Дню независимости США. Как известно, на этот раз празднования будут сопровождаться демонстрации военной техники. В частности, в Вашингтон уже прибыли танки. Также запланирован пролет военных самолетов. Дональд Трамп уже пообещал гостям незабываемое зрелище. А вот критики принялись обвинять президента в нецелесообразности парада. Вот что написал конгрессмен Дон Бейер. Передвижение охраны танков потребует привлечения персонала в то время, как многие военнослужащие отправляются домой на праздники. Сколько американских семей были вынуждены разрушить свои планы только лишь для того, чтобы Трамп смог создать зрелище, подобное тем, что мы видим в Северной Корее. Впрочем, сам Трамп тут же ответил критикам, заявив, что парад спланирован очень эффективно. Стоимость нашего большого салюта для Америки будет очень незначительной по сравнению с тем, как это ценно. У нас есть самолет, у нас есть пилоты, аэропорт тоже находится очень близко. База Эндрюс. Все, что нам необходимо, это горючее. У нас есть танки и прочее. Салюты нам подарили две самые лучшие компании. Очень хорошо. В небе над Вашингтоном окажутся не только самолеты. Группа политических активистов США получила разрешение на использование воздушного шара, изображающего президента США. Участники акции, впрочем, недовольны, заявив, что организаторы не предоставили им место проведения, на которое они рассчитывали. А именно, часть национальной аллеи, где выступит Дональд Трамп. Тем временем, тема иммиграционного кризиса не исходит с первых полос американских изданий. Накануне общественности был представлен независимый отчет об условиях содержания нелегальных иммигрантов во временных центрах на границе. Эксперты подтвердили, что во многих учреждениях не хватает средств гигиены и продуктов питания. Некоторые камеры предполагают, что в них можно находиться лишь в стоячем положении. Впрочем, еще больший скандал разгорелся после того, как журналисты издания «Пропублика» обнаружили секретную группу в Фейсбуке, в которой сотрудники миграционных служб открыто подшучивали над ситуацией на границе и смертями иммигрантов. На репортаж мгновенно отреагировали в Министерстве внутренней безопасности. Материал, опубликованный в прессе на этой неделе, вскрыл тревожные сообщения представителей приграничного контроля в социальных сетях, которым нет оправдания. Эти сообщения абсолютно неприемлемы, особенно если они принадлежат тем, кто дал клятву выполнять миссию, уважать ценности и стандарты Министерства внутренней безопасности. Также в ведомстве уже заявили о начале расследования. Тем временем власти пытаются начать решать кризис на границе. В первую очередь речь идет об улучшении условий содержания детей. По сообщениям журналистов, около 500 несовершеннолетних мигрантов планируют уже в ближайшее время перевести в Атланту. Всего же федеральное правительство отправило запросы на размещение около 5000 детей в Даллас, Сан-Антонио, Хьюстон и Феникс. Ром. Да, даже спасибо. Тем временем в Соединенных Штатах опубликованы результаты опросов, проведенных после первых дебатов демократов в Майами. Они, напомним, состоялись на прошлой неделе. Общий результат казался вполне ожидаемым, но удивили детали. Дело в том, что сенатор Камала Харрис резко усилила популярность среди избирателей благодаря отличному выступлению. А вот пока еще сохраняющий статус лидера Джо Байден резко сдал в рейтингах. Кандидат Камала Харрис поднялась в рейтинге популярности до второго места после лидера гонки среди демократов Джо Байдена. Таковы выводы опроса CNN, проведенного после дебатов демократов на прошлой неделе. Очевидно, что рейтинги Харрис пошли вверх благодаря моменту, когда она бросила открытый вызов в позиции Байдена по поводу санкционированной правительством программы по десегрегации государственных школ в 1970-х годах. Вы также работали с теми, кто противостоял программе развоза детей на автобусах. Была в Калифорнии девочка, которая училась во втором по счету классе, в которой начали возить в такую школу каждый день. И эта маленькая девочка была я. Байден был ошарашен критикой и начал защищать свой послужной список сторонника продвижения гражданских прав на посту сенатора и вице-президента. Я тот, кто продлил закон об избирательных правах на 25 лет. При мне мы добились 98 голосов и с 98 голосовавших в Сенате США в поддержку этого закона. Я убедительно доказывал, что на самом деле имеют место инциденты, когда людям отказывают в доступе к голосованию. Харрис вырвалась в авангард гонки, заняв место рядом с Байденом, сенатором от Вермонта Берни Сандерсом и сенатором от Массачусетса Элизабет Уоррен, которые также набрали дополнительные очки по итогам дебатов. Я думаю, что Камала Харрис очень хорошо выступила на этих дебатах. Джо Байден пока сохраняет позицию лидера, но его поддержка, возможно, не столь сильна, как может показаться на первый взгляд. Чернокожие избиратели США сегодня продолжают выступать за Байдена по итогам опросов. И Камала Харрис решила атаковать этот бастион. Афроамериканцы составляют 25% электората демократической партии. Джо Байден занимал позиции лидера гонки 2020 с момента, когда объявил о решении вступить в борьбу за Белый дом. Теперь, однако, его позиции не столь прочны, считает политолог Кайл Кондик. Я думаю, сейчас поддержка Байдена среди избирателей проходит проверку на прочность. Только ли она основывается на его добром имени, заслуженном на посту вице президента в администрации Обамы и узнаваемости сторожилы политической арены, или его поддержка опирается на нечто более глубокое, что поможет ему выдержать все грядущие штормы. Опросы избирателей также показали, что многие демократы все еще считают Байдена умеренным кандидатом и наиболее способным на победу над президентом Трампом в следующем году, отмечает аналитик Андреа Гелеспи. Байден рассчитывает на то, что среди тех, кто принимает активное участие на первых этапах голосования, много либералов, но не настолько левых, как, скажем, Берни Сандерс или Элизабет Уоррен. И поэтому именно с ним для таких избирателей спокойнее всего. Следующий двухдневный раунд дебатов состоится уже в этом месяце в Детройте. Теперь о главной теме дня в России. Таинственные аварии и пожары на суперсекретной субмарине, в результате которой погибли 14 военных. Информации о трагедии крайне мало. Все источники сходятся в том, что речь идет о глубоководном аппарате, получившем прозвище «Лошарик», а также об атомной подлодке «Подмосковье», которая является носителем для «Лошарика». Александр Яневский обобщил все, что известно к этому моменту. Пожар на российской подводной лодке «Лошарик» в Баренцевом море, жертвами которого стали 14 моряков, мог произойти из-за проблем с одной из аккумуляторных батарей при подъеме субмарины с глубины. Об этом сообщает российское издание «Форс» с ссылкой на источники, близкие к Минобороны России. Чем именно занималась российская субмарина, неизвестно. Эксперт Гузоновского института Ричард Вайтс считает, что наличие высокопоставленных офицеров ВМФ России на борту, семеро погибших были офицерами первого ранга, свидетельствует о высокой степени важности операции. Вероятнее всего, что миссия была важной. Даже если это была просто тренировка, то наличие высокопоставленных офицеров означает, что они хотели воочию увидеть возможности подводной лодки. Исходя из информации из открытых источников, «Лошарик» являлся узкоспециализированной российской субмариной, предназначены для использования главным образом в глубоководных операциях, которые могут включать наблюдения, а также обрезание интернет-кабелей под водой, а также другие виды подводной деятельности. Старший научный специалист Центра военно-морской аналитики Майкл Коффман отмечает, что, вероятнее всего, экипаж российской субмарины, которая входит в состав Главного управления глубоководных исследований, проводил секретные испытания или же пытался развернуть новое оборудование. «Лошарик» входит в ГУГИ, Главное управление глубоководных исследований, специальную разведывательную и исследовательскую службу, которой подчиняется Министерству обороны. Эта служба обычно усилена офицерами из-за своей специальной технической миссии. Однако состав экипажа этой подводной лодки явно нестандартен, учитывая наличие семи капитанов первого ранга. Отсюда можно сделать вывод, что подводная лодка проводила испытания нового оборудования или демонстрацию технологий, и что-то пошло не так». Директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер, а в прошлом высокопоставленный сотрудник Пентагона, также считает, что вероятнее всего российская подводка проводила разведывательную операцию в Баренцевом море. «Это было одно из многих российских подводных судов, предназначенных для проведения разведывательных и потенциально диверсионных операций, в первую очередь против подводных кабелей. Эти подводные лодки очень тихие, у них одна из самых низкопрофильных акустических сигнатур в мире, так что их возможности велики. Проблема российских подводных лодок состоит в том, что они имеют тенденцию ломаться более часа, чем, скажем, американские суда. Не следует думать, что российский военно-морской флот и его подводный флот – это группа ржавых динозавров советской эпохи. Наоборот, это очень серьезный современный флот, который находится на одном уровне с Соединенными Штатами». Норвежские власти, в свою очередь, заявили, что не обнаружили аномально высокого уровня радиации после инцидента. Российские СМИ сообщили, что погибших подводников могут похоронить в Петербурге рядом с экипажем, затонувшей в 2000 году АПЛ «Курск». Александр Яневский. Настоящее время. Америка. За комментарием мы также обратились к Борису Кузнецову, адвокату, который в начале 2000-х представлял интересы семей моряков, погибших на подлодке «Курск», который является исследователем российского флота. «Основная задача, как мне видится, это закладка взрывчатых веществ на кабели, на кабели для обнаружения подводных лодок, иностранные кабели имеются в виду, американские главным образом, проверка кабелей своих собственных, и, я не исключаю, что подключение к кабелям связи. Ну и, вероятно, еще какая-то разведывательная деятельность, потому что лошарик имеет манипуляторы. Кроме того, ни одна атомная подводная лодка не может лежать на дне, поскольку устройства для забора воды, для охлаждения реакторов, они поступают снизу, и чтобы они не забивались грунтом. А лошарик, АС-12, он имеет специальные приспособления для того, чтобы ложиться на дно, стоять на дне. Вот, исходя из этой информации, у меня есть предположение, что, конечно, в первую очередь задача для главного разведывательного управления генерального штаба. Мы будем следить за развитием этой истории. Владимир Зеленский продолжает рабочий визит в Канаду. Графика нового украинского лидера включает встречи с представителями политических и бизнес-кругов. Узнаем больше Юлия Ермоленко. Специального корреспондента Украинской службы Голоса Америки. Она в прямом эфире. Юля, приветствую. Что нового мы знаем о визите Зеленского? Привет, Роман. Сейчас мы находимся в Торонто, в сердце, в бизнес-центре Торонто. И сегодня утром президент Владимир Зеленский встретился как раз с представителями бизнеса. У него был деловой завтрак. И мы потом пообщались с этими бизнесменами, и они сказали, что они услышали несколько хороших вещей, которые им приятно услышать от президента Украины, от нового президента Украины. Им понравилось то, что Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину. Он рассказал о сильных чертах страны, но также он сказал, что со своей стороны он сделает все, чтобы инвестировать в Украину было удобно, было комфортно. То есть, в первую очередь, он займется борьбой с коррупцией. И, собственно говоря, это было литмотивом его выступления вчера на конференции по реформам, которые сейчас проходят в Торонто. Он рассказал о своих приоритетах в реформах. И первым приоритетом была борьба с коррупцией, вторым приоритетом была судебная реформа, также диджитализация общества, и также борьба с монополиями и привлечение больших инвестиций. Владимир Зеленский рассказал, что в Канаде, как известно, живет очень много украинцев, это 1 миллион 300 тысяч людей. И он сказал, что украинцам нужно стремиться к тому, чтобы в какой-то момент Украина стала, как Канада, такая же удобная для жизни, такая же успешная. И тогда он сказал, что он бы с гордостью мог бы когда-то сказать, что в Украине живет самая большая канадская диаспора. Ну и вчера, конечно же, мы услышали много сильных заявлений от канадского руководства, от Джастина Трюдо, от Христи Фриланд, мы знаем она украинского происхождения. Христи Фриланд также обращалась на украинском языке к присутствующим. А Джастин Трюдо сказал, что Канада всегда на стороне Украины и будет всегда защищать украинский суверенитет. Также очень интересно было для представителей гражданского общества услышать мнение Владимира Зеленского, президента, о том, куда же стремится Украина. Он сказал, что, конечно же, Украина стремится на Запад, стремится к НАТО, и стандарты будут приближаться к стандартам НАТО. Сегодня мы также интересно поговорили с представителем НАТО, и он, Роман, заявил, что на следующей встрече Совета Россия-НАТО, которая, мне кажется, состоится 5 июля, первым вопросом будет Украина. И также НАТО будет призывать Москву освободить моряков, которые незаконно удерживаются сейчас в России. Юлия Ермоленко, специальный корреспондент украинской службы «Голоса Америки», который находится сейчас в Торонто и освещает визит украинского президента Владимира Зеленского в Канаду. Ну, раз уж мы заговорили о бизнес-связях, поговорим о новостях экономических. На прямой связи из Нью-Йорка наш экономический обозреватель Борис Кольцов. Боря, приветствую, надеюсь, ты меня слышишь. Итак, сегодня вышла новая статистика по рынку труда. Как на это отреагировали биржи? Я так понимаю, вообще в связи с праздниками рынки закрылись. Рома, привет. Да, сегодня был короткий день. В тот момент, когда началась наша программа, рабочий день у инвесторов закончился. И теперь они вернутся только в понедельник к работе. И действительно, то, что вышла слабая статистика для рынка, это хорошо. Они воспринимают на Уолл-стрит это как один из таких явных признаков того, что все-таки ставка будет снижаться в наступившем месяце. Именно поэтому практически все биржевые индексы закрылись значительно выше полпроцента. То есть, в общем, все в зеленом. И в связи с этим у меня вопрос к эксперту в студии Джонасу Шаенде. Джонас, привет. Спасибо, что нашел для нас время. Я так понимаю, что это тот самый случай, что тем хуже, тем лучше. Да, Борис, это такое очень парадоксальное время, когда плохие новости вызывают очень хорошую реакцию. Но тоже я бы не стал, конечно, так увлекаться реакцией биржевых игроков. То есть, они думают только о себе. Если подумать об экономике, то, конечно же, это не может не настораживать. Тем более, что очень плохая статистика в строительном секторе. То есть, там работы терялись. И, в общем-то, мы можем выйти с 3,6 на 3,7. Это безработица, которая тоже вполне низкая. Но если так дело пойдет, то, конечно же, придется какие-то меры принимать. И монетарные, и, может быть, даже фискальные. Акции Tesla сегодня закрылись на хорошем уровне. Почти 5% прибавили после того, как компания сообщила, в общем-то, неожиданно для инвесторов о высоком уровне производства. Но при этом аналитики на Wall Street говорят, что да, замечательно. Но все-таки нас больше интересуют финансовые показатели. Вот на твой взгляд, почему такое скептическое отношение все-таки к Tesla и практически все аналитики сохраняют по жену свои рекомендации не покупать акции? У аналитиков это привычка. Это не первый раз, когда вот такая реакция у них возникла. То есть Tesla показывает хорошие продажи, они показывают новые товары, они привлекают новых инвесторов. Но почему-то кому-то не нравится то, что очень много ручной работы там применяется. Не так, как, допустим, у Ford или у других автогигантов, которые все-таки тоже начинают смотреть на рынок электрических электромобилей. То, значит, там с маском проблема, то он там курит травку в эфире, то они просто придираются. На самом деле у Tesla все идет в порядке. И если так дела и пойдут дальше, то можно увидеть очень-очень-очень хорошие результаты. Но пока до этого далеко, поэтому все сомневаются. Ты считаешь, у них есть вообще потенциал противостоять той волне, которая, в общем-то, уже заметна повсеместного производства электромобилей? И все-таки мощности у конкурентов значительно выше? Мощности у конкурентов выше, но Tesla позиционировала себя с самого начала как более элитный выбор, более дорогие автомобили. Поэтому в этой нише они просуществовали какое-то время. Но теперь, когда они стали более массовыми, то возникает, естественно, вопрос к массовому производству. И такие способности у них, конечно же, все-таки слабые пока. Поэтому я тоже разделяю этот скепсис по поводу Tesla, что и биржевые игроки на данный момент. Спасибо. Я переадресую возможные вопросы к еще одному скептику по отношению к Tesla. Рома, тебе есть что добавить? Я на самом деле, во-первых, ты знаешь мое отношение. Во-вторых, моему скепсису добавил тот факт, что давеча вышла статистика по продажам электромобилей. И, например, выяснилось, что в Европе и глобально, например, Mercedes начинает обходить Tesla, продавая очень популярную свою модель, кажется, и он называется. В общем, смысл в том, что я не очень понимаю, почему, например, Tesla на фоне гигантов, которые реально наращивают производство, до сих пор столько стоят. Но поговорим об этом отдельно. Спасибо. Борис Кольцов, наш экономический обзреватель и его гости в Нью-Йоркской студии Джонас Шаэнда. Теперь к другой теме. Обогащенный уран и нестабильный ран. Сегодня президент страны Рухани пригрозил Европе, что уже в воскресенье ядерщики Исламской Республики начнут повышать уровень обогащения урана, если государство, подписавшее сделку по его ядерной программе, не вернутся к исполнению взятых на себя обязательств, в том числе США. В Европе Франция, Германия и Великобритания уже выразили крайне обеспокоенность действиями Тегерана и призвали его вернуться к выполнению условий. Санжар Хамидов следит за развитием этой истории. Иран официально подтвердил, что превысил лимит запасов низко обогащенного урана, установленного положениями ядерной сделки 2015 года, тем самым признав факт нарушения условий многостороннего договора между западными странами и властями Исламской Республики. О том, что Тегеран прекратит продавать излишки урана, в начале мая предупредил президент страны Хасан Рухани. Тогда же он поставил перед европейскими партнерами 60-дневный ультиматум – выполнить свои обязательства по ядерной сделке, из которой в 2018 году вышли Соединенные Штаты. Более того, президент Рухани предупредил страны Евросоюза, что в случае, если они не станут выполнять взятые на себя обязательства по ядерной сделке, тогда иранские власти возобновят работу ядерного реактора в городке Арак, который способен производить военный плутоний. Мы превысим ремень до такого уровня, который мы считаем выгодным для нас, до нужного нам объема. Вы также должны знать, что если вы не выполните все свои обязательства перед Ираном по ядерному соглашению в указанный срок, то 7 июля ядерный реактор в районе Арак возобновит свою работу. Россия и Китай выразили сожаление в связи с решением Ирана и обвинили в эскалации напряженности администрацию Белого дома, тогда как европейские участники договора Франция, Германия и Великобритания выражают крайнюю обеспокоенность явным нарушением Тегеранам ядерной сделки. Они призвали иранские власти без промедления вернуться к выполнению договора. Трамп, который две недели назад отменил ракетно-бомбовый удар по нескольким целям иранских ПВО из-за сбитого американского дрона, предупредил Тегеран, что тот играет с огнем. У меня нет слов для Ирана. Они знают, что делают. Они осознают, с кем играют. И я думаю, что они играют с огнем. Так что для Ирана вообще никаких посланий. Борис Джонсон, кандидат на пост премьер-министра Великобритании от консервативной партии, призвал Иран строго соблюдать все пункты совместного всеобъемлющего плана действий. В противном случае Джонсон допустил вариант принуждения властей Ирана к отказу от ядерной программы. Отказ Ирана от политики сдерживания и начала обогащения радиоактивных материалов – однозначно ошибка. Совместный всеобъемлющий план действий под угрозой разрыва. Поэтому мы должны искать пути сдерживания разрушительного поведения Ирана в регионе. Хотя я по-прежнему считаю, что взаимодействие с Ираном и убеждение Ирана не развивать программу для получения ядерного оружия – верный путь для нашей страны и региона. Согласно прогнозу МВФ, общий рост иранской экономики сократится на 6%. В то же время из-за экономических санкций объем импорта иранской нефти в Китай, Индию, Южную Корею и Японию сократился почти на 80% по сравнению с показателями прошлого года, сообщает агентство Reuters. Иранскому режиму пока удается экспортировать нефть, в том числе в Европу, в обход американских санкций. Однако объем торговли резко сокращается. Израильские власти поддерживают экономическое давление на Иран и предупреждают о высокой вероятности военного конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Общий интерес Израиля, Соединенных Штатов и умеренных игроков в регионе состоит в том, чтобы сосредоточить давление на Иран. Но мы должны быть готовы ко всему. Поэтому израильские власти продолжают наращивать военную мощь на случай, если мы будем вынуждены реагировать на эскалацию конфликта. Тем временем прокуратура Ирана требует смертный приговор для нескольких подозреваемых, арестованных в прошлом году по обвинениям в шпионаже в пользу США. Они были связаны с иранскими военными и ядерными объектами. В августе прошлого года Иран заявил об аресте десятков иностранных шпионов в различных государственных органах. У многих задержанных имеется двойное гражданство. Ранее в июне Тегеран сообщил о казни бывшего контрактника аэрокосмического ведомства Минобороны Ирана. Его обвинили в шпионаже и работе на американскую разведку. Санжар Хамидов, Настоящее время, Америка, Вашингтон. Религиозным символом не место на государственной земле, а памятники в честь военных должны быть светскими. Так считает Американская гуманистическая ассоциация. Ее представители бросают вызов как местным, так и федеральным властям, требуя демонтировать религиозные монументы на государственной территории. Консерваторы, в свою очередь, дают отпор о кресте раздора в штате Мэрланд и решении Верховного суда США. Крест раздора не снесут. Так распорядился Верховный суд. Однако споры вокруг памятника не стихли. Они хотят уничтожить всё хорошее, выкрикивали нам из машин проезжие. Это религиозный символ, и люди должны научиться быть толерантными. Он вовсе не смущает меня. Наоборот, это умиротворяющий символ. Я знаю, что он в честь тех, кто сражался и погиб в боевых действиях. Мы собираемся и дальше привлекать внимание суда к подобным делам, чтобы доказать, что мы правы, утверждают противники этого военного мемориала в форме креста. Именно Американская гуманистическая ассоциация начала судебное дело против Американского легиона – организации ветеранов, созданной после окончания Первой мировой войны. Практически сто лет назад легион на частной земле возвёл крест в память о 49 погибших во время Первой мировой войны. Позднее эта земля была передана службе парков округов Принц-Джордж и Монгомери. Недалеко от креста мира возвели ещё несколько военных памятников, а территорию вдоль дороги назвали Мемориальным парком ветеранов. В 2012 году несколько американцев обратились за юридической помощью, утверждая, что религиозный символ нарушает принцип разделения церкви и государства и смущает их каждый раз, когда они проезжают мимо него. Этот 12-метровый крест находится в центре оживлённого перекрёстка в городе Бладенсбург в штате Мэрланд, что всего в нескольких километрах от американской столицы. Он стоит на государственной земле. И более того, местные власти тратят тысячи долларов из государственного бюджета на охрану и чистку этого памятника. Крест мира стал грустным свидетельством того, что государство принимает решение, какая религия будет представлять всех. Это неправильно. Мы хотим отдать дань памяти всем, кто отважно сражался и погиб. 49 человек, имена которых выгравированы на постаменте христиане, хотя в тех же полках воевали и погибли иудеи. Американская гуманистическая ассоциация «Дело против Бладенсбургского креста мира» начала ещё до президентских выборов 2016 года, надеясь, что победит демократ Хиллари Клинтон, которая назначит на вакантные места в Верховном суде – либеральных судей. Однако в результате победы Дональда Трампа расстановка сил в Верховном суде изменилась. Пять судей с консервативными взглядами при поддержке двух либеральных судей – Стивена Брайера и Елены Каган – вынесли решение, согласно которому этот памятник в форме религиозного символа не нарушает Конституцию США и является историческим свидетельством того времени. Судьи Рут Гинсбург и Соня Сатамайер не согласились с мнением большинства. Либералы наконец-то проигрывают религиозную войну, подытожил обозреватель Fox News Джастин Хаскинс. «Я думаю, Верховный суд должен пойти ещё дальше. Когда наши отцы-основатели приняли первую поправку Конституции США, они лишь запретили создавать государственную религию, но вовсе не запретили людям выражать свои религиозные убеждения. В этом деле судьи также напомнили о Мартине Лютере Кинге, о лидерах мормонов в Юте, о коренных народах. Мы возводили им памятники с религиозными символами, и никто не выступает против этого». Ещё один пример – звезда Давида на мемориалах Холокоста. «Если бы Верховный суд решил снести крест мира, судьба многих мемориалов с религиозными символами оказалась бы под вопросом, говорит Чарльз Хейнс. Эксперт Центра первой поправки в Музее журналистики и новостей в Вашингтоне – это недавнее решение суда. Он называет победой для всех». «Это христианский символ, но надо понимать, что в те дни крест рассматривался как символ в памяти о погибших на войне. Это было общественно признанным феноменом. Сегодня мы скептически смотрим на этот монумент, так как в США религиозное многообразие. Сегодня военный мемориал должен представлять всех. Мы изменились как страна». «Именно поэтому суд решил, мы не будем сносить этот монумент, потому что последствия этого будут серьезными. Но это вовсе не означает, что сегодня можно строить подобные памятники на государственной земле». Гуманисты готовятся и дальше бросать вызов религиозным памятникам. Эксперты же утверждают, пока никто не ставит под сомнение, что в стране нет и не должно быть государственной религии, беспокоиться не стоит. Да, мы ссоримся, спорим, но наш спор о первой поправке, о том, где проходит тонкая грань разделения церкви и государства. Я счастлив. В других странах, как вы все прекрасно знаете, люди убивают друг друга из-за разных религиозных взглядов. Правительства, которые контролируют религиозные свободы, преследуют представителей других вер, создают почву для конфликтов и переворотов. Давайте продолжим обсуждать в суде Конституцию. Наша страна в хорошей форме. Ануши Витясян, Давид Гагохи, Асанджар Хамидов, Дмитрий Шахов. Настоящее время Америка. Вашингтон. Герои нашего следующего репортажа решили провести эксперимент. Алексей и Евгений из Краснодара, кстати, учительница и дизайнер, бросили все и уехали в кругосветное путешествие автостопом. Спали, где придется, ели, что называется, что Бог пошлет. В итоге за год молодые люди сменили все часовые пояса, посетили пять континентов и остановили 208 машин. Рейсовым автобусом из неспокойной Тихуаны в Лос-Анджелес решается добираться не каждый. Но для супругов из Краснодара, Алексея и Евгения, исколесивших автостопом мир, такая поездка – роскошь. Впрочем, как и еда в Макдоналдс. Ровно год назад учительница истории и дизайнер решили отправиться в бюджетное кругосветное путешествие. Родные к идее отнеслись скептически, даже отговаривали. Нам изначально сказали, вы попробуйте с рюкзаками в горы сходить. Но мы купили рюкзак, сходили в горы на один день с ночевкой, переночевали, вернулись, сможем. За 11 месяцев получается 12 тысяч долларов. Это с учетом перелетов, с учетом всего, визы. Африканские визы все-таки 50 долларов на человека. За год до путешествия они начали откладывать деньги в день. Планировали тратить не больше 10 долларов на двоих. Жилье искали на каучсерфинг, либо спали в палатке, которая легко поместилась в походный рюкзак. Если взять ту же Африку или Южную Америку, то там прожить на 10 долларов – это вот с головой, тебе хватит на еду. Причем ты сможешь питаться даже не просто каким-то фастфудом или хлебом с колбасой, а можешь покупать нормальные, полноценные обеды, ланчи из двух-трех блюд. А что касается, когда мы были в Бразилии, в Европе, в Мексике иногда, то в основном мы идем в супермаркет, мы покупаем самую дешевую еду – это в основном хлеб, сосиски, колбаса, сыр, кока-кола. Вначале они исколесили автостопом всю Европу на просьбы родителей не ходить в Африку гулять. Эти дети не отреагировали. В итоге оказались в зоне боевых конфликтов на границе Сомали. Маленькая война была. Локальная. И когда мы туда приехали, то есть там реально люди с автоматами ходят, дороги перегорожены поваленными деревьями, везде гильзы валяются. Но нам повезло в этот именно день. У них был какой-то большой мусульманский праздник. И они объявили один день перемирия. И никого решили не убивать в этот день. Люди никогда не видели в маленьких деревнях белых людей. Ну да. И просто они сбегались вокруг нас целыми деревнями. Некоторые, они не знают английского. Они просто стоят себе и тыкают пальцем. И в лучшем случае они знают слово «ю». Пять континентов, 26 стран, все часовые пояса. Супруги шутят за год, почти не поругались, мол, в таком походе далеко один не уйдешь. Были и ограбления, и угрозы, а иногда простые таксисты отдавали им всю выручку или угощали обедом. Такая кругосветка, говорят они, заставила их взглянуть на обычные вещи совсем иными глазами. В половине мира в душе нет горячей воды. В принципе, ее нету. Иногда вообще душа нету. А в Африке вода есть, холодная – это уже хорошо. А горячей воде – это только у людей с достатком. Оказывается, мир весь одинаковый. Люди все одинаковые. У всех жизнь очень похожа. Отличается только одежда и внешняя атрибутика. Да. Все остальное такое же. Даже язык. Они говорят, что легко объяснялись жестами. Мол, кто хочет, тот всегда поймет. О россиянах, рассказывают Алексей и Евгения, даже в самой глухой африканской деревне, говорят примерно так. Водка Путин. Шарапова. Шарапова. Ну, Шарапову в Южной Америке любят. Путина любят в Африке. Завершает кругосветное путешествие пара в Китае. Планов на будущее пока они не строят. Мечтают просто выспаться и поесть гречки. Ангелина Богдасарян, Вазген Варжебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес. Тема аварии на Чернобыле в этом году не сходит с телеэкрана. В газетных полосах театральной сцены «Чернобыльская молитва». Так называется спектакль по книге Светланы Алексеевич, поставленный Московским творческим центром «Артист». Молитву услышали и увидели в Вашингтоне в рамках ежегодного театрального фестиваля русскоязычных детских и юношеских театров. Ежегодный фестиваль русскоязычных детских и юношеских театров в Вашингтоне – это всегда калейдоскоп красочных спектаклей, феерия радости, песни, шутки, танцы. Но бывает, что звучат ленорные ноты, а актерам выпадают и трагические роли. Призвали на службу, а служба такая – не пропускать усилий на деревне местных жителей. Вот и начало моего монолога. Не ошибленности! Снимаю русскую корту! Для Вани Фролова и его друзей, юных актеров Московского творческого центра «Артист» – это первые гастроли в Америке. Да еще с такой сложной постановкой, сделанной по мотивам книги Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич «Чернобыльская молитва». Хлопчики, поешьте! Хлопчики, поспите! Хлопчики, вы же молодые! Берегите себя! В ту минуту я думала, мой разум не выдержит! Это был единственный фестивальный спектакль, во время которого не звучали ни смех зрителей, ни аплодисменты. И даже при обсуждении спектакля некоторые из членов жюри не сдерживали слез. А вы вообще знаете, что это самый популярный сериал сейчас в Америке? В Чернобыль, да? В Чернобыль, да. Ребята, скажите, ну а не страшно было браться за такую роль? Очень тяжелая тема. Вот как, не побоялись? Было не страшно браться за эту тему. Скорее всего, было непонятно первое время, потому что мы не могли осознать, как это, что это, что там было. Когда нам дали этот материал, мы очень много пересмотрели различных документальных фильмов, разные книги, статьи по этому поводу читали и смогли погрузиться в эту тему. Погрузиться в тему юным актерам помог режиссер-постановщик Алексей Ефремов. Уроженец Беларуси, страны, особенно пострадавшей от чернобыльской катастрофы. Нет, ну конечно, спектакль у нас такой тяжелый, серьезный, но истории вокруг него множество и самых, что ни на есть, вообще парадоксальных, абсурдных и смешных. Как, например, вот с этими нашими ящиками, которые мы привезли из Москвы. Не просто было режиссеру и его команде убедить местных вашингтонских таможенников, что это не какие-то ящики из-под молока, а незаменимый реквизит из того времени. Помогли актерское обаяние и детские улыбки. Дети ставят советскую пьесу, абсолютно безобидную, и они не смогут сыграть спектакль без этих ящиков. Вот, каким-то образом мы добились, что эти ящики нам отдали. Многие постановки на фестивале получили награды, что вызвало неподдельный восторг юных артистов. Все в молоте рассветут ромашки! Спектакль «Чернобыльская молитва» был отмечен сразу в нескольких номинациях. Но главное, наверное, что кроме призов, сувениров и своего уникального реквизита – ящиков из-под молока, москвичи увезли домой воспоминания о теплой встрече со своими русскоязычными сверстниками в традиционном месте проведения фестиваля – театре Гринберг Американского университета. Вадим Масальский, Сергей Москалев, Вашингтон. Настоящее время. Америка. В Нью-Йорке настоящий праздник у поклонников одного из самых известных художников «Мегаполис» – Жанна Мишеля Баскиа, работы которого, собственно, есть попытка уловить дух, настроение и энергию самого сумасшедшего города Америки. Михаил Гудкин отправился посмотреть. В начале 80-х Жанна Мишеля Баскиа был уличным художником в Нью-Йорке, владел дружбу с Энди Уорхолом и одно время был возлюбленным Мадонной. Сегодня его работа стоит десятки миллионов долларов. Немножко сложно поверить в то, что открывшись в Гугенхайме выставка, посвященная творчеству этого художника, первая музейная экспозиция Баскиа в Нью-Йорке за последние 27 лет. В его работах шум и ярость неукрощенного Нью-Йорка, увиденного глазами молодого экстравагантного чернокожего художника, напористо прокладывавшего себе дорогу в тогда еще почти исключительно белый мир современного искусства. Отправной точкой для этой выставки стала работа, которой Баскиа отреагировал на смерть своего знакомого, начинающего художника Майкла Стюарта. В сентябре 83-го года тот был избит полицейскими в метро, впал в кому и умер 13 дней спустя. Смерть Стюарта вызвала возмущение в артистической общине East Village. Эта община в то время была очень небольшой, не такой, как сейчас, и там все знали друг друга. После смерти Стюарта на улицах появились рисованные плакаты и листовки, призывавшие к демонстрациям протеста. Как установила куратор выставки Шедрия Лабувье, одну из таких листовок создал художник и музыкант Дэвид Вайнарович. Куратор убеждена, что в своей работе «Смерть Майкла Стюарта» Баскиа использовал ту же композицию, что на этой листовке. Это также единственная известная мне работа Баския, отображающая реальные события, которые произошло при его жизни. Лабувье также полагает, что эта работа Баския не была предназначена для широкой публики. Он написал ее на стене студии своего друга, художника Кита Херринга. И позднее тот вырезал ее из стены, обрамил и повесил в своей спальне. Сам Херринг вскоре тоже отреагировал на смерть Майкла Стюарта масштабным полотном. Откликнулись на смерть начинающего коллеги и другие художники, включая Энди Уорхола. А Мадонна принимала участие в благотворительном концерте в пользу семьи погибшего. В то время художники были своего рода суперзвездами в гораздо большей степени, чем сейчас. Тогда не было социальных медиа, но все жили за углом друг от друга. По словам Лабувье, я хотела зафиксировать тот момент в развитии Баския, когда он стал буквально кожей ощущать свою расовую идентичность и значение культурного активизма и духовной миссии художника. Баския было всего 27 лет, когда он умер в 88-м году от передозировки наркотиков. Его карьера художника продлилась всего 8 лет. За это время он успел создать около 2000 работ. Разработанный им уникальный визуальный язык и наивный стиль оставили заметный след в поп-культуре. Баския – один из наиболее известных и любимых современных художников. Невзирая на его раннюю смерть, его работы и созданные им образы остаются с нами по сей день. В 2017 году одна из работ Баския была продана на аукционе в Нью-Йорке за 110 миллионов долларов и стала самой дорогой картиной американского художника. Несомненный успех на рынке, однако, осложняет работу музейных кураторов. Такие дорогие картины, находящиеся в частных коллекциях, невероятно сложно собрать для некоммерческой выставки. Цены такие высокие, что сделать выставку работ Баския очень трудно. Я думаю также, что в течение долгого времени свою роль играл и расизм. И сегодня есть люди, которые не считают, что его работы заслуживают серьезного изучения. Так что существует множество препятствий, если вы хотите организовать выставку Баския в Нью-Йоркском музее. Шедрия Лабувье стала первой куратором-афроамериканкой, самостоятельно подготовившей экспозицию в музее Гугенхайм. По ее словам, ей пришлось разбить пресловутый стеклянный потолок, сдерживающий профессиональный рост представителей меньшинств. Она не скрывает гордости своей работой, которую можно увидеть в музее до 6 ноября. Михаил Гудкин, Максима Влошенко. Настоящее время. Из Нью-Йорка. Героиня нашей следующей истории – бывшая школьная учительница, которая всего за 5 лет, благодаря смекалке и предприимчивости, заработала миллионное состояние. В популярную интеллектуальную игру Escape Room она добавила голливудские гламуры и таким образом построила целую бизнес-империю. Максим Маскальков познакомился. Еще 5 лет назад Джинджер Флэшер Сониер была простой школьной учительницей математики из Арлингтона. Сегодня она успешная бизнес-вумен, владеющая компаниями в Вашингтоне, Филадельфии и Нью-Йорке. Сколотить многомиллионное состояние за столь короткое время она смогла благодаря, казалось бы, совсем не новаторской идее – интеллектуальной игре, которая обрела популярность еще в конце 2000-х. У меня с детства был пытливый ум. Меня всегда увлекали всевозможные пазлы и головоломки. А еще с самого детства во мне был дух предпринимательства. Помню, я как-то решила проложить на нашем заднем дворе велосипедную дорожку, а со всех своих друзей за проезд по моей дорожке взимала по 5 центов. Так что это у меня в крови. Несколько лет назад, во время поездки с мужем в Европу, Джинджер случайно попала в квест-комнату. Вернувшись домой, она загорелась идеей открыть свою собственную. Она не побоялась ложить в рискованную затею все свои сбережения. Однако дела пошли в гору настолько быстро, что сегодня Джинджер владелится 10 таких комнат в Вашингтоне и Александрии. Кроме того, в разных городах она владеет несколькими барами, где посетителям предлагают метать топоры. Большинство квест-комнат, которые мне довелось посетить, были мрачными и пугающими. Часто они находились в подвалах. Сразу было видно, что женская рука к ним не прикасалась. Я решила избавиться от всего этого мрака, зомби, подвалов и создать по-настоящему красивые эстетичные комнаты, которые радовали бы глаз, имели соответствующую тему, а каждый пазл соответствовал бы этой теме. В моих комнатах люди погружаются в уникальную атмосферу. Даже двери в комнаты выглядят как порталы, которые переносят человека в совершенно иной мир. Квест-комната или Escape Room – это игра, в которую участников запирают в помещении, из которого они должны выбраться за определенное время, находя разные предметы и разгадывая головоломки. Джинджер Флэшер Сонер не изобрела квест-комнаты. Она их трансформировала. Здесь ты словно попадаешь на съемочную площадку высокобюджетного голливудского фильма. На то, чтобы создать вот эту комнату по мотивам Титаника, было потрачено 100 тысяч долларов. Охотники за привидениями, проклятие мумии, пятница 13-е, безумие Мориарти. Каждая из комнат Джинджер поражает воображение даже самых заядлых любителей квест-комнат. Я прихожу сюда уже в третий раз, а мой сын во второй. Нам тут очень нравится. Все пазлы хорошо продуманы, привязаны к теме. Они беспорядочны, как в других комнатах. Абсолютно любая вещь в комнате может оказаться ключом к разгадке. Некоторые подсказки можно увидеть только с помощью специальных приборов. Гейм-мастер следит за игрой и, если нужна помощь, предлагает подсказку. Все головоломки создают профессионалы своего дела. Кэмерон – один из них. Вот в этой комнате вы найдете пластиковую карточку с разными символами. Теперь нужно понять, как эту информацию применить. Нам нужно отыскать эти символы. Например, здесь вы найдете солнце, а здесь – корону. На каждом из этих постеров внизу есть логотип газировки. Мы нажимаем кнопки на автомате в той последовательности, в которой расположены символы. Автомат выдаст вам монету, на которой с двух сторон написаны номера. Это ключ к следующей разгадке. Джинджер не собирается останавливаться на достигнутом. И планы у нее действительно наполеоновские. Уже в следующем году она планирует увеличить число своих заведений в два раза. А в дальнейшем распространить сеть квест-комнат по всем штатам. Максим Искальков, Андрей Дегтярев, Вашингтон. Новый тренд среди 30-летних американцев. Отцовство над домашними животными. Поколение миллениалов откладывает создание традиционной семьи и рождение ребенка. Факторы самые разные – финансовые, психологические. При этом молодые люди охотно заводят собак и кошек. И заботу о питомцах называют начальной стадии семейных взаимоотношений. Как с новым трендом обстоят дела в крупнейшем мегаполисе США, узнала Нина Вишнева. Грызть туфли, рвать носки, прыгать по диванам. Здесь можно все. Светский клуб, где хозяева на поводу у своих питомцев. И что, хорошо? Приятен. Можно расслабиться. Массаж, затем активные игры, потом витаминный коктейль из бара. Райская собачья жизнь во всей красе. В Нью-Йорке не все готовы к обязательствам, которые накладывает появление ребенка. Но многим нравится заботиться о животных. Новое поколение выбирает. Нью-Йоркские миллениалы не спешат ни со свадебным тортом, ни с памперсами. В тренде так называемое отцовство над домашними животными. По сравнению с поколением бумеров, у нынешней молодежи четвероногих воспитанников больше чуть ли не в два раза. Три четверти американцев, свои 30 – собачники. Более половины – кошатники. Это поколение выбирает карьеру, хочет самореализоваться. Фокусируется на образовании, работе, путешествиях по миру. И решает, окей, семью можно отложить. Партнерство вместо семьи, лохматый малыш вместо своего. Такой поворот в отношениях, говорят психологи, – закономерное переосмысление традиционных устоев. Мысль о воспитании ребенка многим кажется обременительной и в финансовом, и в психологическом плане. Идеальным компаньоном в этом случае становится четвероногий друг. Ей всего три месяца. Многие, кого я знаю, тоже завели собак до того, как завести детей. Это помогает подготовиться. Цифровые технологии, цифровые отношения. Министерство сельского хозяйства США, периодически публикующее статистику расходов на содержание детей, в одном из последних отчетов приводит цифру 233 610. Столько тратит среднестатистическая американская семья на ребенка за 17 лет. Домашние животные, конечно, дешевле. Хотя в Нью-Йорке элитные клубы, высокая мода и высокая кухня в сумме могут вполне конкурировать. Миллениалы на своих домочадцах не экономят. Свежая еда в собачьих и кошачьих рационах становится обычным делом. У нас здесь клюква, картофель, сладкий картофель, мускатная тыква и брюссельская капуста. Ингредиенты, как в лучших ресторанах. Нью-Йоркские шеф-повара растят новых гурманов. Это сбалансированное питание для собак и абсолютно съедобное для людей. Глупс на. Эй, мистер Чарли, хочешь поесть? 30-летние, а это четверть населения США, вырвались вперед среди покупателей недвижимости в Америке. В прошлом году вложили в собственное жилье более 500 миллиардов долларов. И даже за этим обстоятельством торчат мохнатые уши. Третьи респондентов в одном из запросов заявили, нужно больше места для собаки. Они становятся все более важными фигурами в нашей жизни. Их статус вырос до статуса члена семьи. Да, именно так. Одежда и аксессуары, игрушки и особые лакомства, портреты друга на рубашке, что ближе к телу. А теперь еще и татуировки. В отличие от картинок и имен двуногих возлюбленных, которые затирают после ссор и расставаний, эти образы вряд ли кто-то будет выводить. Нина Вишнева, Елена Мещерякова, Владимир Базиков и Елена Матусовская. Настоящее время Америка. Нью-Йорк. Вот эта вот еда, которую может есть даже хозяин, конечно, потрясающая часть истории. Спасибо, что были с нами. Это был проект Настоящее время Америка. Завтра не пропустите наш выпуск, где мы расскажем о параде на 4 июля. Вообще, в принципе, о том, как Америка будет отмечать День независимости. Все эти кадры мы получили только что с Национальной аллеей. Собственно, это то, как Вашингтон готовится к параду. Это те самые танки, которые завтра покажут американцам. Ну, а мы покажем это вам в эфире. Информационный вечер на канале Настоящее время. Продолжит итоговая вечерняя программа. Никуда не приключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Там же врачи вообще не лечат. Слушай, они вообще не уберут, смотрят на тебя, что ты весь избитый, и говорят, там на тебе нет ничего. День независимости